здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я Вика сегодня я покажу вам как вязать ровный плотный красивый круг для основы наших корзинок и рюкзачков но очень для многих вещей пригодится как будет нужен этот круг поэтому сегодня я вам его покажу значит делаем слепую петлю накладываем ниточку на ручку обворачиваем продеваем крючок под ниткой и вытягиваем основную нить вот она вот эту основную вытаскиваем делаем петелечку закрепляем и вяжем шесть столбиков без накида 1 4 5 6 затягиваем наше колечко он за за свободную ниточку затягиваем хорошенечко чтобы не было дырочки вот она наша вот наш узелочек видите вот узелочек сюда первую петельку мы снимаем эту петлю и в первую как бы петлю сзади продеваем крючок одеваем петлю и протягиваем ее на изнаночную сторону немножечко подтяну так вот мы ее продели берем основную нить и делаем воздушную петлю теперь вот вот смотрите у нас 6 столбиков без накида 2 3 4 5 6 вот последней 6 у него мы продеваем крючок и вытягиваем ниточку снимаем одеваем крючок с привычной нам стороны и протягиваем вторую петлю в первую так теперь я возьму вот эту ниточку и просто ее вижу чтобы не надо было протягивать теперь вот наша первая петля предыдущая мы вяжем не как обычно ну вот в петлю мы вяжем под нее в эту галочку которая у нас здесь образовалась от предыдущей петли ниточку сюда и из этой галочки мы вывязываем два столбика без накида 1 2 то есть из каждой галочки мы вывязываем два столбика без накида 1 2 так мы делаем шесть раз из всех шести петель мы вывязываем по две петелечки 1 2 здесь уже можно эту ниточку обрезать но в принципе уже затянуто зафиксировано и спрятано так смотрим 1 2 3 4 5 6 есть 12 петель снова делаем то же самое замыкаем колечко снимаем крючок продеваем в первую петлю одеваем вот эту петелечку протягиваем делаем воздушную петлю и вытягиваем петельку вот из этой предыдущей галочки снимаем крючок переодеваем протягиваем вторую петлю в первую далее следующий ряд третий ряд мы будем чередовать вот мы будем чередовать один столбик без накида с двумя как бы из одной петли с одним добавлением поехали первое ей делаю столбик без накида со второго вывязываю два столбика то есть через одну петлю добавляем столбик 2 столбик 2 вяжем в нижнюю галочку столбик 1 2 столбик 1 2 столбик 1 2 то есть в каждом ряду у нас будет 6 добавлений здесь мы начинали с простого столбика потом было добавление закончили мы добавлением все правильно снова перетягиваем переодеваем крючок вводим его сзади цепляем эту петелечку протягиваем делаем воздушную петлю возвращаемся на шаг назад в галочку вытягиваем меняем положение крючка вторую петлю продеваем через первую и вяжем четвертый ряд теперь у нас то же самое только теперь у нас будет два столбика без накида плюс одно добавление но столбики без вернее добавления мы должны теперь раскидать так чтобы они не находились прямо над вот этим нашим предыдущим добавлением потому что если мы будем вязать и как бы их совмещать как в квадрате мы делали у нас получится шестиугольник у нас не получится круг поэтому нам надо его чередовать сейчас я сделаю добавление а потом уже провяжу два столбика 1 2 и снова добавление видите они совмещают смещаются это то что нам не нужно нам не нужно чтобы они находились друг над другом 1 2 добавление добавление 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 вот здесь вот смотрите в конце ряда начинали мы с добавления и тут остается у нас две петли обычный так что все у нас совпадает 2 все довязали мы четвертый ряд замыкаем круг снова переодеваем крючок вытаскиваем петельку провязываем воздушную петлю возвращаемся снимаем крючок переодеваем провязываем теперь у нас будет три столбика без накида в следующем ряду и добавление то есть в каждом ряду у нас добавляется один столбик без накида в предыдущем у нас было два сейчас у нас будет три в следующем ряду 4 в следующем 5 и так далее вот по нарастающей смотрите видите по нарастающей по нарастающей по нарастающей но когда вы увидите что вам этих добавлений много один ряд можно провязать ровненький вот здесь вот примерно у меня вычисленные ряды в которых надо вязать ровно вот аж до 16 ряда это получается вот такой вот большой круг диаметром около 60 сантиметров так что вот примерно так и соответственно вот этот ряд где не добавляем следующий мы вяжем вот добавляем к этому как бы к этой схеме тут было 9 столбиков дальше 10 11 12 так продолжается между ними просто ряд вот то есть сейчас я вяжу три столбика здесь было добавление я поверх них вижу столбики опять же чтобы сместить 3 и делаю добавление следующем ряду у меня будет 4 и так далее так далее так далее так далее и по сути у нас получится вот вот маленький у меня здесь кружочек конечно из шести рядов ну и далее мы вяжем видите вот эти добавления я смещала вот она вот она вот она вот она вот она то есть все практически смещенные не находятся друг над другом точно так же мы продолжаем дальше везде мы эти добавления смещаем получаем круг нужного нам размера то есть какой вам нужен диаметр такой вы и свяжите ну вот и все в принципе а с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока